Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Осинцева, родственники убитых и потерявших свое имущество. Суд перенес слушание дела на другой день, когда все-таки явятся все остальные свидетели. Спустя неделю рассмотрение дела было продолжено. Осинцев, опасаясь за свою жизнь, попросил государственной защиты после вынесения приговора. Адвокат же подсудимого заявил ходатайство о приобщении к делу характеристик с места работы Осинцева в Москве и СИЗО, где он находился, и попросил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, а не 25, как просила прокуратура. Защитник аргументировал это тем, что в ходе следствия Осинцев рассказал факты о некоторых преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам. На последнем слове лидер Осиновских попросил прощения у всех потерпевших и пообещал возместить исковые требования в ближайшее время, считая это своим долгом перед ними. Нет людей, заключенных вам боль, страдания, а что просить имени следствия? Отдельно хочу обратиться к родственникам тех, чьи близкие погибли, по чудовищам случайно. Поверьте, этого не было в умыслах. Я виноват, я признаюсь, что на нем. 26 мая Забайкальский краевый суд приговорил Осинцева к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, штрафу в 1 миллион рублей и возмещению 24 миллионов рублей морального и полутора миллионов рублей материального вреда потерпевшим. За совершение преступлений в составе Осиновских, Осинцев и второй лидер УПГ Игорь Мельничук были осуждены и с 1993 по 2001 годы отбывали наказание в колонии. Освободившись из колонии, Осинцев и Мельничук продолжили руководство УПГ, решив усилить и увеличить ее в состав и сферу влияния. По версии следствия, Осинцев и Мельничук в 2004 году организовали преступное сообщество под названием Осиновские. Лидеры и участники преступного сообщества с 2001 по 2007 годы в разном составе совершили на территории Забайкальского края и других регионов России и Москве убийство 17 человек и покушение на убийство двух человек, открытое хищение четырех автомобилей и одно разбойное нападение, а также угон одной машины. Напомним, что Мельничук покончил жизнь самоубийством в камере следственного изолятора в ноябре 2014 года. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забонфору.